Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. Что вы чувствуете, когда слышите слово «школа»? Вспоминаете несметное количество домашних заданий и строгих учителей или с восторгом ждете следующего дня, когда увидитесь со своими друзьями? Сегодня мы поговорим о том, как менялась школа на протяжении столетий. А поможет нам в этом книга Елены Литвяк «История школы. Про парты, перья и тетрадки» от издательства Настя и Никита. Будний день современных мальчиков и девочек начинается так. Они встают по будильнику, собирают рюкзак и идут в школу, где узнают много нового о родном языке, о природе края и всего мира, об истории человечества или о законах физики. А вот первобытные мальчики и девочки в школу не ходили, потому что до их постройки оставались еще тысячи лет. Но это не значит, что ребятам вовсе не приходилось учиться. Наоборот, учились, да еще как! Мама и бабушки учили дочерей собирать лечебные травы и съедобные растения, готовить пищу и поддерживать пламя, чтобы очаг никогда не гас. А мальчики учились у пап и других охотников, чтению следов, изготовлению оружия и многому другому. Первобытные дети узнавали о мире, перенимая опыт старших. Они учились тому, как выжить. Первые школы появились в Древнем Египте. Правда, учились там только сыновья высокопоставленных вельмож, военачальников и песцов. И изучали они науку, которой в далекие времена владели единицей, а сейчас она доступна любому ребенку. Вы уже догадались, о чем речь? Конечно, об умении писать. Ведь в то время начали появляться государства, например, Древняя Египет, самая древняя из ныне известных цивилизаций. И если в первобытном племени решение старейшины передавалось на слова, так как племена были небольшие и жили вместе, то волю фараона приходилось записывать, чтобы передать военачальникам его земель. Тогда же люди начали вести счета, составлять списки ценных вещей, великих деяний и даже необходимых покупок. Древнеегипетская школа занимала две небольшие комнаты с глиняными стенами и земляным полом. Столов не было. Мальчики сидели на полу, поджав под себя ноги. Уроки продолжались от раннего утра до позднего вечера с небольшим перерывом на обед. В первой учебной комнате помощник учителя показывал иероглифы, а дети хором повторяли за ним и затем выцарапывали значки острыми палочками на осколках битых глиняных горшков. В соседней комнате учитель занимался со старшими учениками, которые писали уже не на глиняном осколке, а на папирусе, который в те времена заменял бумагу. В древнеегипетской школе применялись наказания, и за малейшую провинность мальчиков нещадно били. Считалось, что без наказания нет обучения. Чуть позже в Месопотамии приспособились делать тетрадки из необожженной глины. Если ученик ошибался при списывании текста, он мог намочить табличку и пальцем затереть ошибку, чтобы затем написать правильно. Если же исправлений в тетрадке становилось слишком много, ее можно было не прятать, как сейчас некоторые прячут от родителей прописи или дневники с оценками. Глиняную тетрадку можно скатать в шарик, расплющить в лепешку и снова писать. Описали на глине специальными палочками, стилусами. Но по-настоящему расцвела школа в Древней Греции около двух с половиной тысяч лет назад. Даже само слово «школа» греческая, а означает оно «вы ни за что не поверите» – отдых. Слово «педагог» тоже пришло к нам из Греции, но обозначало оно вовсе не учителей. Древнегреческие педагоги – это рабы, сопровождающие учеников в школу и бдительно следящие за тем, чтобы ребенок не потерял по дороге письменные принадлежности. Если египетские мальчики обучались только грамоте, то греческие мальчики знакомились и с другими школьными предметами – литературой, математикой, историей, музыкой, пением и физкультурой. Представьте себе, что две с половиной тысячи лет назад мальчишки точно так же играли на уроках физкультуры, как современные школьники. Кроме того, к обучению в древнегреческих школах допускались не только дети из знатных семей, но и бедняки, то есть школа стала общедоступной. Каникулы появились в Древнем Риме. Слово каникулы переводится как собачка. Так римляне называли звезду Сириус в созвездии Большого Пса. А дни, когда звезда видна на небе, назывались собачьими днями. То есть то время, когда дети могут бегать по улице, как собачки, не зная проблем и хлопот. В средние века школы располагались при христианских храмах или монастырях, потому что единственными грамотными людьми были священники и монахи. Жизнь в такой школе проходила под звон колоколов и на урок тоже созывали колокольным звоном. Со временем большие колокола сменились маленькими, а затем электрическим звонком. У средневековых школьников появились небольшие столы со слегка наклоненной столешницей. Для письма использовались птичьи перья. Они без конца ломались, их приходилось затачивать. Так что благодаря этому в наш язык вошло словосочетание «перочинный мозг». Книги стали похожи на те, которыми сейчас пользуемся мы. Правда, написаны были от руки, а от разрушения их защищала обложка из обработанной кожи – пергамента. Эти книги были дорогими и требовали бережного обращения. Прикасаться к ним разрешалось только после тщательного мытья рук. Учились дети по азбуке и церковным книгам, часослову, псалтирию, евангелию и апостолу. Восемнадцатый век недаром называют эпохой просвещения. Учеба в школе больше не была привилегией богатых людей, и уже не только писцы и монахи знали грамоту. Да и самой грамоты теперь было недостаточно, чтобы считаться образованным человеком. К тому времени книгопечатание существовало больше трех веков, и покупку книг теперь позволяли себе даже небогатые люди. Так что у школьников эпохи просвещения появилось множество учебников и пособий. Теперь школы больше не ютились на задворках церкви. Для них строились специальные просторные здания со светлыми аудиториями, в которых помимо парт и скамеек находились еще глобусы, карты, а иногда и скелеты животных или человека. Первая русская гимназия открылась в России в 1726 году, а спустя 38 лет был основан Смольный институт благородных девиц, в котором обучались девочки. Постепенно в каждом крупном городе России стали появляться гимназии для мальчиков и для девочек. В классе училось по 20-30 человек, тогда как в прежние времена во всей школе могло не быть такого количества учеников. Гимназисты и гимназистки носили школьную форму. Также у ребят были портфели. После Октябрьской революции в школах отменили домашние задания, отметки и дневники. Дети были очень довольны, но учиться перестали. Пришлось возвращать все, как было. Со временем классы смешались, и теперь девочки и мальчики стали учиться вместе. Да и сами школы стали похожи на те, в которых учились ваши мамы и папы, с красочными учебниками-тетрадками, шариками-ручками и партерами. 21 век тоже внес изменения в школьную жизнь. Появились электронные учебники и интерактивные доски, цифровые видеопроекторы, даже дневники и классные журналы стали электронными. Теперь не каждый ученик записывает домашнее задание, ведь его родители всегда могут посмотреть в электронный дневник. И плохую оценку теперь не утаишь от родителей. Да и школа теперь может прийти к вам в дом с помощью интернета. А ведь еще каких-то 20-30 лет назад никто не слышал о дистанционном обучении. Какой же станет школа будущего? Возможно, спустя несколько лет школьники и вовсе перестанут ходить в школу, потому что будут учиться из дома и не придется вставать по утрам, чтобы за звонком появиться в классе. Возможно, исчезнут тетрадки и прописи и про чистописание забудут, как про мучительную пытку, а вместо этого научат скоростного печатания на клавиатуре. Однако с уверенностью можно сказать, что учеба всегда будет важна как для детей, так и для взрослых. Ведь только благодаря ей мы узнаем себя и мир, преодолеваем страхи, осваиваем новые умения, учимся жить в обществе и дальше заводим друзей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!